Привет, зритель! Обзор очередного суперфуда, на который я два или три года смотрела на Озон и всё думала, надо мне или нет. А тут у меня случился заказ, часть которого я уже тебе обозрела, СМР, на вторая часть что-то задержалась и только ещё отправилась ко мне и только ещё будет фиг знает, когда на следующей неделе. Уже, можно сказать, третья часть. Задержалась. Короче, мне надо было добить заказ чтобы у меня случились полноценно практически все баллы списались и вот там я думаю, чё, чё, смотрю, там у меня якон лежит. Да, вот этот вот якон, якон, 50 грамм порошок якона. Лежит у меня этот якон в закладках, думаю, блин, а он как раз по скидке 153 рубля за 50 грамм. Ну и я его фигак в эту корзину и оплатила. 14 декабря 21 года он создан, 24 месяца у него срок годности, живёт он. 100% натуральный порошок якона не задержит добавок. Тебе вот не повезло, зритель, а моему приятелю повезло. Я когда пришла, сказала, что у меня тут какой-то якон. Ну, типа, чё за якон? Я сама не знаю, чё за якон. Я даже не знаю, какой он там. Я так поняла, что он, ну, такой, типа, сладкий. Ну, как бы я ещё не поняла, потому я решила перед тобой это обозрить и затестить. Тут у нас и ноженки есть, и ложечка есть. Тут у нас килограмм спас... Минус килограмм, я думала, это килограмм. Он, видимо, так вот выглядит. Он похож на картинке на какую-то слегка тюлениобразную картошку. Вообще, я где-то года полтора назад читала, что он чуть ли не в России растёт. Я думаю, может, я его в России где-нибудь найду, откопаю, засушу, помою, засушу, потом поражу. И вот у меня молотый какой-нибудь там якон. Витамины А, В, С, аминокислоты, минералы, кальций, магний, С, чего-то там, К, калий. Ну, на другой стороне я просто приятелю это всё прочитала. Без сахара, без глютена, без ГМО, 100% натуральный, веган. Продукты 22 века, здоровое питание, якон, порошок. У меня от этих продуктов, кажется, от этой фирмы был масло какао, какао тёртое, что-то ещё. Он мне напоминает, я подозреваю, ту штуку, я забыла, как её звать. Я в ней конфеты из сухофруктов обматываю обычно. И когда я её покупала, она была такая типа сладкая-сладкая, а по вкусу она вообще практически никакая, там сладости почти нет. В общем, описание, порошок якона производится из корня одноимённого растения, являющегося традиционной пищей народов перуанских ант. Он обладает сладковатым вкусом, напоминающим яблоко. Настоящий хит всех современных диет. Якон – это низкокалорийный продукт, который стал здоровой альтернативой сахару. Также он содержит незаменимые аминокислоты и минимум жира. Порошок якона очень сладкий, невероятно полезный. Содержит витамины А, В, С, минералы, магникалий, кальций и селен, инулин – медленный углевод, который снижает уровень холестерина и жиров. В сочетании со здоровой диетой, физической активностью якон станет ключом к идеальной фигуре, не содержит ГМО и глютен. Порошок якона может использоваться в качестве натурального подсластителя и полноценного заменителя сахара для придания на бинку или смузи сладости. Добавьте пол чайной ложки на стакан, хранить в помещениях защищенных от воздействия атмосферных осадков и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ну, конечно, это не АСМР, поэтому, в сути, нет вот этого скряб-скряба. И АСМР бы не случилось, потому что он пришел в упаковочном пакете от Азон, я его там вскрыла, достала, что пришло, глянула и пакет упаковочный оставила там, на базе Азон. И в итоге я стригу так, чтобы было бы слышно АСМР-ные звуки. Он как-то так странно пахнет. Вот он такой там. Может, надо было с собой водички взять и противоядие? Видишь, зритель. Он как бы сладкий, да. Ну, такая очень отдаленная сладость. Очень мягкая такая. Мне кажется, короб слабой обжарки слаще, чем вот это вот. запах у него такой, и по вкусу он немножко отдается специфический. Знаешь, зритель, как вот бывает, хлеб достаешь, а на нем уже слегка плесень. По вкусу и запаху, ну, в смысле, по запаху и по поведу и запаху. Вот тут примерно такое же. Зрители, если ты, если ты не разоградутся. Зрители, если ты когда-то кушал и яханной, дай мне в камень, ты мне рецепт какой подкинешь. Буду в кашку добавлять Буду в смузи зафигачивать по утрам В общем, хорошо, что он продаётся по 50 грамм Потому что как-то вот, ну, он за глаза и уши Я сейчас сижу и параллельно мозгом вспоминаю Как звать ту штуку, в которой я конфеты обваливаю Которая тоже была заявлена как супер сладкая А на самом деле, ну, почти не сладкая Вообще практически не сладкая Как вообще никакая Может, у меня там оно где-нибудь есть И это на Озоне Вальберис тогда эту штуку заказывала Хотя, как я буду искать то, название чего, я даже не помню Если вспомню, я, может, в закреплённом каменте оставлю Или на стене там этого канала где-нибудь напишу Типа, я вспомнила, как называлась та штука Которую я тоже покупала, как якон И она типа тоже как бы сладкая Но на самом деле почти не сладкая Короче, в общем, она по вкусу Очень напоминает вот эту картинку этого корешка Специфическая штука Пока зритель А, да, обнимашки! Даже брезгливым ленгом Я тоже брезгливая В принципе, ну, не со всеми могу обнимашки Но даже брезгливым ленгом обнимашки Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста!